С 2013 года в Северодвинске построено 13 домов, предназначенных для обитателей ветхого и аварийного жилья. Пять из них на четвертом этапе программы переселения, обещавшим быть последним. В том числе и эта пятиэтажка на Морском проспекте 63. Дом сдан. Из 83 квартир 40 заселяются как раз по программе. Граждане получают ключи. В какие условия они въезжают, выяснил сегодня председатель наблюдательного совета фонда содействия реформирования ЖКХ Сергей Степашин. С точки зрения регулирования тепла, прочие счетчики, все, здесь все есть. А грехи, кстати, тоже есть. На некоторых материалах строители сэкономили. Дом-то хороший, но есть мелочи. Мы поговорили по дверям. Конечно, дверь такая, даже я, хотя уже человек не молодой, если ударю, по деньгах следует, она вылетит к черням сывальчиком. Время предъявить претензии у новоселов будет. Срок гарантийных обязательств 5 лет. Куда дольше существует и при этом не стареет ни душой, ни конструктивными элементами дом номер 8, дробь 69 по улице Гагарина. В этом году он отмечает свое 60-летие. А ведь и не скажешь. Все потому, что фасады и кровли отремонтированы. Установлен новый теплоузел, приборы учета, батареи в подъездах. Просто неравнодушные к своему жилью домочадцы сделали все, чтобы их дом еще в 12-м году омолодился по федеральной программе капремонта. При этом сами постоянно занимаются благоустройством и здания, и придомовой территории. Мы на самотек не пускали, когда шел ремонт. То есть все пролезали, все смотрели. Потом в ходе осмотров выяснилось, что надо делать какие-то дополнительные работы, то есть которые не были включены в ремонт. То есть находили язык с управляющей, вернее с ремонтной организацией, которая производила ремонт. Они шли на это, изыскивали средства. Заслуженным подарком за труды и бережное отношение к собственности стала табличка «Дом образцового содержания». Четырехэтажка на Гагарина стала первой в Северодвинске, кому Сергей Степашин с коллегами по фонду присвоили столь почетный статус. Поздравляя жильцов с этим знаменательным событием, почетный гость обнадежил и тех, кому такие хоромы только снятся – обитателей аварийного жилья. Владимир Владимирович, наш президент, программу сказал, нужно продолжать. Люди, которые живут в в общем-то, тяжелых, а иногда даже в опасных для жизни условиях будут переселяться. И мне бы очень хотелось, чтобы те дома, которые сегодня построены, будут строиться, простояли так же, как и этот, 60 лет, были краше, были лучше, были удобнее для ваших жильцов. В Северодвинске в продолжении программы нуждаются почти 3000 человек. Механизм дальнейшего расселения граждан пока прорабатывается. Алексей Карельский, Светлана Михеевская, Регион 29.